Добрый день. Меня недавно спросили, если я хожу на урок Торы и там засыпаю, стоит ли туда ходить? Я в принципе большую часть времени просыпаю. Стоит ли ходить на этот урок Торы? Я вам расскажу историю, которую рассказывают от имени Стайплера, которого уже однажды спросили этот вопрос. Задали ему этот вопрос. Стайплеру задавали этот вопрос. Какой Стайплер? Это Яков Исройль Каневский, был великим раввином из города Горно-Стайпл. Это, наверное, на границе между Белоруссией и Польшей. Я как-то смотрел на карту, сейчас не очень помню, где это на карте Белоруссии, но не принципиально. И его сын Рафхайм Каневский, до породливости его года, он сейчас глава поколения. Его отец был главой поколения, он умер в 1986 году. И на его похоронах Рафшах говорил, что Стайплер оставил сына, как он сам. То есть, это уже два поколения, главы поколений в еврейском народе. И Рафхайм, его отец, их дядей Рафхайма, и братом жены Стайплера был Хазуниш, Раби Авраам Ишаяу Карелец. В общем, это как бы, что называется, самая-самая мощная Тора, которая есть в нашем народе. И вот Стайплер тоже получил как-то напрямую, к нему на прием, пришел человек и задал ему этот вопрос. Если я просыпаюсь, засыпаю, иду на уроки Тора, засыпаю после работы, тяжелый рабочий день, и я, вот меня выключает, бывает такое, да? Я часто, когда даю лекции, вижу, что люди на моих лекциях, ну я не могу заснуть, потому что я даю лекцию в этот момент, сам бы тоже, может, поспал бы. А я вижу, что люди отключаются, как бы, да? С одной стороны, обидно, ты говоришь, а люди отключились. С другой стороны, всегда Баруха Шем есть в аудиториях какое-то количество людей, которые все-таки находятся с тобой вместе. Вот, но я могу понять тех людей, которые там тяжело работали, старались, все-таки пришли на урок и вот, ну, заснули. Ну, что можно сделать? Это физиология. И вот говорит этот человек, задает вопрос, вот Равину, Стайплеру, вот что Рав скажет, ходить на урок или не ходить. Стайплер сказал ему так, ходи, несмотря на то, что ты спишь весь урок, весь урок. Почему? Потому что твои дети видят, что ты после работы все равно выходишь из дома и идешь на урок Торы. То есть, то, что ты не получаешь знаний Торы, может быть, это, ну, не идеально, мягко говоря. Но то, что ты воспитываешь в своих детях уважение к Торе и важность урока Торы и необходимость пойти изучать Тору, даже если ты пришел после работы, это воспитывает в них в любом случае. И поэтому Стайплер сказал, что человек должен идти, ходи на урок Торы, даже если ты на уроке спишь. В моем случае, когда мне задали вопрос, я сказал, что это даже легче, чем тот случай, который обсуждался у Стайплера, потому что этот человек четко сказал, что он не все 100% времени спит на уроке. Часть времени он все-таки слушает и часть времени он активно участвует в этом уроке. И, соответственно, хотя бы ради тех долей урока, которые он захватывает, стоит ходить на урок. Вот он там, что называется, перекемарил, немножко освежился, пришел в себя, и он все, он инсайд, он внутри урока. И поэтому я считаю, что даже если человек засыпает на уроке, все равно он должен туда ходить. Либо из воспитательных целей, либо хотя бы потому, что все равно что-то он услышит, усвоит и продвинется. Большое спасибо.